Какой трансфер круче? Вагнер Лавка и Райти или Зинудитов в Советском? Вау! Прострел! Вагнер! Удар! Можно его спросить, он бил по оборотам или так соскочило? Щупка! За Вагнер! Надеюсь, еще Вагнер еще больше бывает. Встать приходит слава человеческая, Азамас Иерикович. Это Стас покатил! Мяч с Наги Солюс. Маяшик. В бильярде это называется кикс. Надо намелить. А где твой оператор? Нет оператора. Уже, знаешь, урожение кыргызской миссии. Я его даже видел, брат. Ну что, друзья, зрителей нет, но есть перчатки, маска и... Еще у нас есть отдышка. Всем привет! Это красава! Смотрите «Спортс Тру». Ну что, друзья, привет! Вот и выбрались из дома. В четверг, после дождичка, наконец-то Лига Европы на центральном стадионе Алматы. И есть возможность подснять этот матч с места событий. Всем привет! Вы на канале «Спортс Тру». Подпишитесь, поставьте лайк, оставьте комментарий. Поехали! Здесь, конечно, и высокие гости. Представители Федерации и ПФЛК. Команды уже на разминке. И, в принципе, людей немало. Да, пара коротких вопросов. Азумат Серикович, рестарт удался? Конечно, я считаю, что удался. Спасибо всем государственным органам, что нам разрешили провести в одной локации в городе Алматы. Проверили все стадионы, все отели, соответствуют всем стандартам. Поэтому я считаю, что все идет по плану. Состояние Кайрата в двух последних матчах КПЛ заставляет сегодня тревожиться? Нет, абсолютно. Мы верим в победу. Кайрат в форме. Я считаю, что игра показала и с Тоболом, и с Каспием. Я считаю, что Алмантийский Кайрат сейчас на ходу. Мы верим в победу. Победа будет за нами. Ну, шимкентским болельщикам тоже два слова скажите. Обязательно наш клуб из Шимкенту, Ордабасы. Я желаю им тоже победы. Верим, что тоже будет победа. Ну, как всегда, вперед футбол, Аллах, Казахстан! Так, а состав-то вы видели сегодня Стартова на камерах? Еще нет. Вагнер в основе. А, Вагнер в основе. Так приходит слава человеческая. Азамас Ирикович Айтхожин позвал, говорит, пойдем сфотографируемся с прославленным журналистом. Ну, мы люди независимые, вы же знаете. Ну, ребята, что касается стартового состава армянского клуба, я здесь ничего такого интересного сказать не могу. Лучше обратимся к нашим людям из Армении, послушаем их комментарии. Результат жеребьевки, когда пришел, какая эмоция у тебя была? Когда узнал, что может армянская команда попасть, я прям болел, чтобы попалась армянская команда. Но еще болел, чтобы играли в Армении, потому что очень давно не был дома. И очень хотелось хотя бы таким способом полететь домой, хотя бы там сыграть. Но еще, конечно, с другой стороны, я понимаю, что на нашем поле играть это некоторое преимущество дает. В общем-то, был рад, встретился с друзьями и на поле, и за полем. Стартовый состав вчера, когда объявили, стало понятно, что по традиционной для Ноа схеме будет играть армянский клуб. Четыре защитника в линию. Они, по-моему, ты же знаком с клубом, они не играют вообще в три центральных, да? Насколько я знаю, насколько я успевал следить за чемпионатом Армении, если играли, то очень мало. Точно не могу сказать, что они не играли, но очень мало даже играли. Там классическая схема, все понятно было, что они будут так и играть. Ну, потому что им это привозило удачу, и зачем менять тактику, если она работает. Правильно я понимаю, что все-таки бывший Останчане МДД – это как бы центровая фигура в составе Ноа? Не сказал бы я, что центральная, но одна из. Сплоченный коллектив там очень хороший, там нет такого ярко выраженного отдельного футболиста. Там очень хорошо видна тренерская работа. Я могу отделить у некоторых футболистов – это Дедачика, это Азаров. Но в основном это очень боеспособная команда, которая полностью отдаётся игре, до конца бьются за каждый мяч. А что здесь самое интересное про составы, мне очень напоминает армянский клуб Ноа по структуре игры, то, что представляет из себя сегодня в Казахстане – Каспий. Сыграли недавно, мы помним, Кайрат и Каспий, чем закончилось, все знают, думаю, сегодня будет примерно похожее. А почему у меня такое подозрение? А потому что 4-4-2, не очень большой бюджет, но при этом всё равно агрессивная игра в атаку. Мой прогноз – 3-0. Какой трансфер круче – Вагнерла в Кайрате или Зайнудитов в ЦСКА? Вау, мне кажется, что для Казахстана, конечно, ЦСКА по-любому. Но это молодая звезда, я надеюсь, что он станет молодой большой звездой. По крайней мере, мне про него много кто сразу написал, когда трансфер состоялся. Я, кстати, думаю о том, чтобы его подснять и изгонять в первый раз в жизни в такой город прекрасный, как Тарас. Говорят, там ничего нет, но зато там частенько вырастают хорошие футболисты. Очень частенько, все оттуда. Ну да-да-да, я слышал, что там действительно какая-то есть аномалия, что оттуда вылезают люди. Но ты-то знаешь, что Ислам Хан чуть не попал в «Зенит»? Не очень верю в эту историю, я знаю, что ездил на просмотр, но мне кажется, что в «Зениту»… Ну, наверное… Не надо, короче. Ну, наверное, это не сильно надо, да. У них всё-таки такая планка очень высокая, и я думаю, если бы он туда даже попал, то потом бы поехал по арендам. Расклад сил понятен тебе в сегодняшнем матче? Ну, мне кажется, да. Ну, слушайте, клубу два года всего, если мы берём… Три? Три, да? Ну, да. И вообще здорово, что они, в принципе, там, за чемпионство боролись. У них, кстати, российский инвестор, частная команда, как и многие в Армении. И наоборот, да, «Кайрат» – редкое исключение частного клуба в Казахстане. Поэтому, ну, мне кажется, что «Кайрат», тем более, с «Вагнером» в атаке с первых минут… В счёт? Ну… Я надеюсь, что 3-0, 2 «Вагнер». Ясно. Если бы «Вагнера» здесь не было, ты бы не приехал, да? Нет. Ну, а вот уровень интереса твоего для создания материала – это именно топ-звёзды российского чемпионата бывшего? Ни в коем случае. Я вообще, в принципе, считаю просто «Вагнера» одним из лучших… Нет, даже так скажу, я считаю «Вагнера» лучшим легионером в истории российского футбола. И, в принципе, мне интересно, что он приехал в «Кайрат», и мне интересно, что он приехал именно играть в футбол, потому что я там наводил справки через Лёня Слуцкого, и он сказал, что «Вагнер» сейчас мега-профи, и «Вагнер» сейчас очень внимательно относится к тому, чтобы именно играть хорошо, а не просто доигрывать. А где твои операторы? Нет операторов. Удачи, парни! Гробовая тишина! Поехали! Ну, я, наверное, сегодня без стендапов тогда обойдусь вообще, просто буду Сау записывать, что он там говорит, да? Авторский контент тоже. А вот это уже серьезно. Денис Дедачка – парень, который хорошо знаком таким глубоким поклонникам казахстанского футбола. 16 матчей за Астану, в том числе в Лиге Чемпионов, сейчас этот именно футболист снял мяч с головы Абата Вингетова. Оно тем временем открывает счет в конце восьмой минуты матча. Я не видел, как это происходило. Вам даже было виднее, я думаю. Что можно не снимать, все знают, кто это здесь. Как дела? Ну, пойдет, нормально. Сложная игра? Ну, я думаю, мы предполагали, что легче будет. Ну, если так честно сказать. Первый гол, что там, в чем загвоздка, что случилось? Ну, я не ожидал то, что, ну, я думаю, просто мяч с ноги свалюсь. Ну, моя ошибка. Да, ты так думаешь? Да, да. Ну, это, конечно, несчастный случай. Я не знаю, как по-другому объяснить такое начало матча. Будем надеяться, что сейчас все-таки смогут переломить ход поединка футболисты Кайрата. А первый гол, я правильно понимаю, что он пришел из твоей зоны? Ну, там цепочка пошла. Диагональная передача фланговому. Я вышел на флангового игрока, потом он передал второму. Маленькая такая ошибка. Ну, поскользнулся, это не ошибка, просто человек поскользнулся. Оттуда с этой стороны можно сказать, блин, я не знаю, можно его спросить, он бил поворотами или так соскочил. Раздумает, что мяч свалился с ноги у него. Я тоже так думаю. Больше. Вероятность больше того. Но это можно уже этого игрока спросить. Если он хотел так забить, то аплодисменты ему. Кстати, отдать должное, знаешь, Вагнер Лав, Вагнер Лав очень простой. Очень простой, вообще не очень веселый. А я записывал его? Да, он очень крутой, вообще мне прям очень понравился. Я даже немножко не ожидал. Я знал, что он такой открытый. Ты с Игитой только сейчас познакомился? Да. Как тебе? Игита тоже класс. Игита круче, да? Не-не-не, не то, что круче. Они, мне кажется, они чуть-чуть по темпераменту разные. Вагнер все-таки он такой поспокойнее. Да-да-да. Но они оба очень открытые. Да. И мне знаешь, что кажется, вообще здорово, что в Алма-Ате такая собралась такая банда бразильцев. Я вот так не вспомню еще такой город, ну, кроме Москвы, Питера, да, где столько бразилов в Миньке, в Большом, где они все там как-то коллабятся, дружат, это прикольно. Ну что, друзья, зрителей нет, но есть перчатки, маска и шага ставим тоже. Еще у нас есть отдышка. Мы прошли 100 метров и оба с отдышкой, поэтому мы уже не спортсмены вообще нифига. Куда? Ну, до 11 утра не долетело. Удар в движении. А вот тут, удар в движении. Все права, вот так, вау, не стопи, чтобы выходи. Уходи на поле. Уходи на поле. Вот это красавый удар. Кто там, кто там, кто там. Уходи на поле. Жек, знаешь выражение киргизской месси? Я его даже видел, брат. Да? Который Галечник зовет. Давно слышал? Нет. Я только сегодня узнал. Тот случай, ребята, когда гостевой гол ничего не значит. Хорошо, что противостояние из одной игры все будет в порядке, я думаю. Сейчас придут в себя алматинцы и набросают целую авоську клубу Нуа. Я скажу, что нам, может, и повезло, что во время равного счета 1-1, да, кажется, они забили второй чистый гол и нам не засчитали. Чистый, да был? По-моему, там чистый гол был. Непонятно, как бы сложилась игра. Слушай, в Избиральске сегодня как? Наша реакция на гол, который мы получили, была хорошо. Правильная реакция. Потом забили быстрее. Понятно, что Вагнер обрадовал сегодня, но удивил ли, может быть, чем-нибудь сегодня? Удивил, я скажу так, что он в последние недели он очень сильно физически добавил. Он в свободные дни сам занимается, бегает. Мы с ним очень часто беседуем про это, разговариваем. Я просто удивлен в том, что он привык к нашей философии, то, что мы требуем. А зная его возраст, что ему уже не 18 лет, но он все равно горит желанием. Это меня очень сильно подкупает и радует, и команда это чувствует. И он сам, надеюсь, сейчас почувствовал, что у него кондиции уже, скажем, гораздо лучше, чем они были в начале. И он показал результат. Поэтому это только мы видим, скажем, ну, надеюсь, еще Вагнер еще больше добавит. И нам поможет добиться и чемпионства, и в Евролиге. Подача. А вот и удар в створ от Вагнера. Но это называется... В бильярде это называется кикс. Надо намилить. После этого.... НеWork в створ от Вагнера Персональная опека, говорят, что к 2020 году это очень редкое явление, но вот мы видим, что ДД от Вагнера не отходит практически ни на шаг. ДД от Вагнера не отходит практически ни на шагу. ДД от Вагнера не отходит практически ни на шагу. Суета, что-то такое было. Они не совсем понимали, что делать на поле. Не понимали, но что-то такое впечатление, как будто со стороны. Но потом, когда мы сравняли счет, это уже спокойно. Мы уже понимали, что потихоньку надо делать. Потом второй Вагнер забил. И все, в перерыве нам пару слов просто сказали, что как действовать. И все, во втором тайме мы уже более спокойно, уже все это предусмотрели. И все, пришло. И вот такой еще 4-1. Ну, объяснись вот эту шутку потом. Какой? Ты не знаешь? Нет, я же не бывший футболист. А ты знаешь про тапки? Ну, в смысле, на гвоздь? На заряд тапок? Не, не знаю. Знаешь? Нет, не знаю. Ты не знаешь, Тёма? Ну, не знаю я. Короче, я снимала Зинченко. Мы с ним играли на базе такой теннис-бол. Так. И потом пустая база была, мы зашли в раздевалку и пошли мыться. Так. И у меня не было тапок, я надел тапки Серхио Агуэро. Так. Серхио Агуэро после этого выдал невероятную серию, что там 10 матчей, 10 голов. Я такой, блин, прикольно. Мы там начали ржать, там в рабочем чате, вот тапки, тапки, короче, зарядил. Потом я приезжаю к Слуцкому. У него нападающий 2 года не забивал. Я надеваю тапки, он 2 игры подряд забивает. Представишь, сейчас уехал в Андерлех. Так. Такая тема пошла, кому бы я не заряжал тапки, не надевал, все забивают. Ты вчера надевал тапки Вагнера? Позавчера. Ну, я вчера. А где тебе удалось это сделать? Я на базе был, на тренировке. Все, понял. Это Стас Покатилов только что вытащил мяч из ворот. Ну, кстати, пару слов. Есть размышления у меня. Устеменко начинает сезон, проводит игры, ну, точнее, начиная после рестарта, после возобновления чемпионата. И возвращается Стас Покатилов. Знаете почему? Вот я думаю, потому что из штаба сборной позвонили и сказали, что Непогодов не справляется, Эрич не играет и Покатилов срочно нужен номером один в матче против Литвы. Кто проставляется? Поэтому его поставили. Почему меня не позвали на эту движуху? Проставка будет? Нет. Я объясняю, почему Стас Покатилов заменил Устеменко в воротах. Как-то я это слышал, Стас Покатилов. Неинтересно. Распогодилось, друзья, начало второго тайма матча Кайрат, но 2-1 в пользу Алматинского клуба, все в порядке и Вагнер все еще на поле. Без замен пока обходится Алексей Шпилевский. Видно, что бразильский легионер Кайрата функционально готов хорошо. Я думаю, еще минут 20 на поле он проведет. Чуть-чуть не хватило длины шага. Я же говорил, намелить надо. Немножко не хрустая последнего паса. Кайрата! Кайрата! Молодец! 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 Да-да! Покаяния! Стоп! Стоп! Багна. Ну, багна, дай! Ну, багна, дай драку! Вот вам матч. Был неправ, каюсь, что значит класс, да? Один эпизод, поймал мяч, одно касание, дальний угол 3-1. В общем-то, можно считать, что игра сделана. И, конечно, Карат Светач Барамбаев очень доволен. Трансфер, трансфер что надо. Ну что, Исиола вышел на поле, посмотрим, как они с Вагнером сыграют в пару. Этого еще не было по ходу сезона. Любопытно, забьют ли четвертый кайратовцы сегодня. Четыре минуты добавлено к игре. Я думаю, что счет не изменится. И если бы не досадное недоразумение в дебюте матча на восьмой минуте, то прогноз-то, в общем-то, оправдался. Вагнер Лав делает разницу. Вагнер Лав сейчас сам по себе просто такой крутой футболист, что приехал и сделал разницу. Или вот он за то время, которое находится в Алматы, успел уже настолько встроиться в команду, что стал такой реальной частью, которая работает вместе со всем коллективом. Для него же тоже нужно создавать моменты. И он такой сам по себе, он такой классный, что он даже вот такой в короткий срок он смог адаптироваться команде по стилю игры. По себе скажу, что очень тяжело, когда я тоже привык, когда приехал сюда, очень тяжело было вникнуть во всю эту схему игровую, потому что очень много нюансов было, очень много таких тактических перемен было. Я правильно понимаю, крутой матч бразильца, первый матч в основе и шикарный результат. Кам, с победой. Спасибо. Отличный матч. Как дела? Все, отлично. Спасибо. Эмоции скажи какие? Ничего. Прошли дальше с собой игру. Получил не сильно? Не, не, нормально. Нормально? С победой. Судя по вашему лицу, вы выжаты как лимон. Да, да, такое есть, такое есть, потому что, ну опять же, три игры мы, да, три игры выиграли, но, честно говоря, особо так какой-то осадок оставался, потому что, ну, знаете меня, что я хочу еще больше и больше и больше, как бы это, это мы пока не увидели на 100%. Ну, я уверен, что команда вернется к тому, что мы показывали на тех же сборах, на именно, когда мы готовились к рестарту, у нас идеальные кондиции были, идеальные взаимоотношения в тактической точке зрения. Поэтому это мне немножко сейчас пока в последнее время не хватает. Ну, сегодня важно было, что мы победили. Ребята почувствовали уверенность. Сейчас, наконец, надеюсь, что и в воскресенье, и уже в следующем раунде уже другая концентрация и другой, не то, что настрой, но какая-то, чтобы легкость была бы. Традиционный и последний вопрос. Есть предпочтения к жеребевке? Честно говоря, пока нет. Сейчас у нас, мы хотим сейчас быстро остыть, забыть эту игру, проанализировать, и уже будем готовиться. У нас через 48 часов очень тяжелый матч с Ардебасы. Потом у нас небольшой перерыв будет, и этот матч мы хотим обязательно выиграть, не отпустить лидерство в чемпионате, и будем, надеюсь, добавлять. И потом, именно в этом периоде, когда сборные, сборники уедут, мы еще хотим некоторые нюансы добавить, и, надеюсь, потом, уже в сентябре, мы сможем еще больше показывать свой уровень. Я поздравляю вас с очень крутой победой. Удачи! У тебя есть ощущение, что Кайрат сейчас в такой физической, функциональной и тактической форме, что такого давным-давно не было, и сейчас просто на всех парах вперед? Ну, я думаю, да, где-то так. Главный козырь – это функционал? Физика? Я думаю, да, но просто тут сейчас показывают, кто как себя на карантине вел. Спасибо большое за короткий комментарий, удачи в дальнейшем. Спасибо. Раден тем, кто видел твое падение и как долго ты лежал. Есть вопросы, ты будешь играть в следующем матче Кайратом? Конечно же. Все нормально? Да, конечно, все нормально. Ты на своей машине уезжаешь? Да. Жень, ты же из раздевалки? Да. У кого самое длинное? Смотри, Дерин сказал, что… До свидания. Дерин сказал, что даже с приездом Вагнера… У него, конечно, появилась конкуренция, но он до сих пор номер один. У тебя съемки закончены? Ну, нет, не совсем. Мы завтра еще хотим доснять кое-что с Вагнером. Надеюсь, это получится. И я поеду в Москву, ну, через Уральск, точнее даже не… Ну, через Уральск, через границу пешком, и в Самару, и с Самары до Москвы, и уходить на монтаж. Грандиозные планы. Есть ощущение, что может получиться лучше, чем с Аршавином? Ты знаешь… Ну, во-первых, Аршавин не забил, а Вагнер забил два и отдал. Команда победила. Это, в принципе, хороший эмоциональный фон. Плюс я дико соскучился по победным раздевалкам. Я не мог себе представить, что на 4-5 месяцев на канале будет пауза вот именно вот этой футбольной внутренней жизни. Я кайфанул. Какого числа, скажи, мы увидим? Седьмого, я думаю. Седьмого. С сентября. Я просто хотел именно в сентября выйти, потому что сейчас люди там готовятся к школам, отдыхают, что-то еще делают, все личные дела. Я тоже, например, готовлюсь. У меня там ребенок пойдет в первый класс. Поэтому я бы хотел в начале сентября выйти, но уже выходить раз в неделю и не делать паузу до Нового года. До свидания. До свидания.